Здравствуйте! Вас приветствует клиника Ната Дент и я ее доктор Валуева Александра Александровна. Сегодня мы поговорим с вами про систему изоляции, которая называется кофердам. Ну, во-первых, кофердамом называется такой специальный латексный платочек. Он бывает разных цветов, зеленый, бежевый, черный, голубой или синий. Каждый врач подбирает этот платок индивидуально. Плюс ко всему система кофердам состоит из пробойника, благодаря которому пробиваются дырочки под зуб, щипцов, рамки и специальных таких приспособлений, которые называются клампы. Они бывают разные, и каждый кламп соответствует определенному зубу. Все мы знаем, и это не секрет, что доктор-стоматолог на приеме работает с маленькими вращающимися инструментами, такими как боры, полировочные щеточки. Помимо этого, на приеме у стоматолога при препарировании кариозной полости присутствует всегда очень много воды. Плюс ко всему, мы должны не забывать о том, что во рту у пациента постоянно есть и присутствует слюна. А помимо всего прочего, рядом с зубом и десной есть десневая жидкость, которая постоянно хочет подтекать и мешать вести прием и ставить качественные пломбы. И тут мы с вами можем столкнуться с самым главным вопросом. Конечно, взрослого уговорить на постановку всей этой системы достаточно просто и легко. Достаточно просто объяснить ему, для чего это нужно, и он тут же согласится. Но как же быть с маленьким пациентом-ребенком? Ну, нужно немножечко, мне кажется, изощриться. Во-первых, мы с вами должны объяснить, для чего это нужно, постараться это сделать, максимально донести ребенку, что так будет намного лучше и комфортнее. Но не для всех маленьких пациентов это звучит достаточно убедительно. Я думаю, что для детишек все нужно приводить немножечко в игровую форму и делать все в форме игры. Например, маленький клан можно представить как корону, вовлечь его в сам процесс и предложить выбрать ему корону для зуба. Предложив и рассказав о том, что сегодня мы будем, например, зуб короновать. Мы можем предложить ему разные металлические, пластмассовые, они разных форм, разных размеров. Так, маленький пациент обязательно выберет то, что ему нравится, но только врач знает, какой именно клан будет он ставить на зуб. Таким образом, после выбора ребенка кланпа мы с вами фиксировать, конечно, будем только тот, который подходит в данной ситуации. Давайте я постараюсь вам продемонстрировать, каким образом собирается вся эта система. Во-первых, мы берем сам латекс на платок и пробойник. На пробойнике есть дырочки разного отверстия. Соответственно, каждой дырочке соответствует свой определенный зуб. Помощник доктора-стоматолога, ассистент, пробивает дырочку нужного размера по шаблону там, где это необходимо. После этого мы с вами должны выбрать тот кламп, который соответствует зубу и подходит в данной ситуации. Стоматолог фиксирует кламп в латексном платочке. Берем щипцы для постановки кофердама. И таким образом вся эта система накладывается на зуб. У доктора-стоматолога в запасе есть еще такая рамка, на которую латексный блаточек после фиксации на зуб натягивается. Система готова. После того, как полость зуба отпрепарирована, время поставить пломбу. Все мы знаем, что пломба должна ставиться в идеально сухих условиях. Но как этого достичь? Этого помогает нам сделать система как раз кофердам. После такой установки системы изоляции мы точно можем быть уверены в том, что ни слюна, ни десневая жидкость, которые есть в микроорганизме, не помешают нам поставить качественную реставрацию и восстановить зуб, что будет способствовать очень хорошему прилеганию и адгезии пломбы к зубу. И способствует тому, чтобы пломбировочный материал достаточно долго служил нам с вами. Помимо всего прочего, хочу рассказать вам про плюсы для маленького пациента, когда мы фиксируем эту систему. Ну, во-первых, некоторые дети чувствуют свою безопасность благодаря этой системе, потому что доктор-стоматолог видит только один зуб, в полости рта нет никаких инородных предметов, ребенок может спокойно вдыхать и выдыхать через нос, он чувствует безопасность, он чувствует, что он находится в полном покое. Помимо всего прочего, вся вода, которая попадает на зуб, она собирается исключительно в платочке, не попадая в полость рта. Тем самым, ассистент может ее собирать исключительно только из этого латексного платка. Тем самым, слюноотсос ни в коем случае, никаким образом не вредит ребенку, не обижает его, не травмирует его тканью, не пугает. И это служит очень хорошим подспорьем для качественного лечения малышей. Когда мы ставим с вами пломбу, наверняка вы в курсе о том, что многие стоматологи пытаются изолировать зуб ватными валиками, что тоже может напугать маленького пациента, потому что это неудобно, это некомфортно. Куча инструментов, куча пальцев находится постоянно у него во рту, и тем самым ему становится немножечко не по себе. Система кофердам позволяет избежать нам всех этих недостатков. КОНЕЦ